Вот моего импульсного блока питания. Похоже, что вот тут импульс открывается, а вот тут он закрыт. Вот он опять открывается и закрыт. Это на выходе вот такая осилограмма перед диодным мостом. То есть перед диодом тут не диодный мост. То есть вот он работает. Вот потребляет 2,8 ампера. Вот такой импульс. А если я увеличу или уменьшу, может быть, для начала, может, увеличу, допустим, то есть, ну, уйду с резонанса, уменьшу потребление до 1 ампера. Тогда вот какая там будет скважность. Мой импульс вроде бы сузился. То есть он на такой маленькой скважности работает. Значит, можно ему частоту поднимать, потому что он, ну, даже на такой малой скважности работает, он не греется транзистором. Подниму частоту, а прибором замеряю скважность. Тут прибор может неправильно замерить, ну, и тем, и тем. Ну, конечно, это тоже может не получиться. Замерю частоту под замеряю скважность. Замерю частоту под замеряю скважность. Ну, я тут буду говорить о моей рукой, я тут опасно. Что-то померяю скважность. 159 кГц показывает. Ну, на самом деле там где-то 79 кГц. Значит, он что-то там искажает. Значит, видимо, не удастся померять. А, там же колебания идут. Видимо, они потом искажаются. На транзисторе, правда, можно померять. Но это тоже опасновато. Ещё может сбой дать какой-нибудь, и всё сгорит. Лучше не буду рисковать. Вот, запомню вот такая скважность. А теперь увеличу потребление. Сперва фрезонанс. Можно скважность увеличить. Немножко фрезонанс ввести. Увеличиваем потребление. Почтую скважность увеличим. Он до 5 ампер. Вот 5 ампер. Вот тут вот так выросла скважность. Но как-то не сильно выросла. Передний фрон, вроде бы, не очень такой крутой. Но всё равно, можно сказать, достаточно крутой. Передний и задний. Вот тут в начале не очень такой крутой. Но в начале нулевой ток, поэтому можно на это не обращать внимание. Вот тут 500 наносекунд клетка. Вот по заднему фронту можно, может ещё. Вот 200 наносекунд клетка. И задний фронт достаточно крутой. Вот теперь 100 наносекунд клетка не влазит. Вот такая ещё маленькая скважность. Не знаю, как там транзистор будет греться. Замерю напряжение на выходе. Вот такая силограмма. На токовом колечке. 18,36 кГц. Теперь напряжение тут замерю. 24,54 вольт. Вот. Может 120 ватт выдать. Теперь тут надо как-то замерить. Камеру положить. 100 пас. Так. А тут 25,34 или 30. То есть 1 вольт теряется на проводах на всех этих. Пока доходит до туда. На переключателе, на амперметре, на дросселе. Так как 1 вольт теряется и 5 ампер, это 5 ватт теряется. Не так и мало. Это более горячий. Теперь я быстро выдерну и потом проверю, как тут транзистор нагрелся. транзистор нагрелся. Сперва. Транзистор нагрелся. Слегка теплый. Вот так. Чуть. Вот так. Каких 28 градусов можно. Или 25 можно. Диоды. Тоже теплые. Немножко теплее, чем транзистор. Транзистор. А вот этот горячий. Нельзя удержать. Нельзя удержать. Вот даже при такой малой скважинности он работает. Вроде бы как бы особо не греется. И особых потерь у него вроде бы нет. Если дольше поработает на таком токе, то наверно начнется. Возможно начнет уже греться. Может быть все станет такой достаточно теплым. Но до горячести, думаю, его не дойдет. Вот диоды дойдут до горячести. Что и трансформатор начнет горячивать. Потому что он наверно низкочастотный феррит. Там этот фильтр может на каких 10 кГц. А тут 79 кГц. Когда где-то 3 ампера, то там феррит тоже особо не греется. А вот когда 5 ампера начнет греться. Я тут наверно не буду испытывать. Потому что это много времени займёт. Как тут все греется. Так. Так.